Киев и его куяне. Сергей Белов специально для Альтернатива.орг Власти народ одно целое. В плане человеческого материала. Это нам, гражданам Украины, кажется, что мы лучше тех, кто нами правит. Мы себе льстим. Ведь если бы мы были другими, то были бы другими и наши правители. Потому сегодня я попытаюсь порассуждать о нас, которые выбирают их. Я попробую описать настроение тех, кто меня окружает, с кем я знаком и чьи рассуждения я слышал. Большинство из известных мне киевлян не агрессивны и не клинические русофобы. Они выступают за мир с Россией, но на украинских условиях. Мои земляки не просто повторяют слова политиков и экспертов, но так думают и им так хочется. А если хочется, то надо просить, требовать и голосовать за тех, кто обеспечит мир на украинских условиях. Я хорошо понимаю своих земляков, которые с самого детства привыкли отдыхать в Крыму, считая, что он принадлежит им вместе с пляжами, винами и населением. Сегодня им обидно, что такую прекрасную игрушку у них отобрала Россия. Был плюшевый мишка, нет плюшевого мишки. Верните игрушку. И ничего, что люди не игрушка, что их нельзя подарить или украсть. Мои дорогие киевляне об этом не задумываются. Поэтому для них Крым это Украина. К жителям Донбасса у моих земляков подобное же отношение. Им не нужны люди. Они им не нравятся. Как не нравится, не нравился Янукович. Но их интересует уголь Донбасского региона, который дает тепло в их квартиры. Проведите информационную кампанию. Расскажите киевлянам о том, что Донбасс дотационный регион с несколькими миллионами вечно бухающих Януковичей. И они затопчут любого, кто заикнется о территориальной целостности Украины. Впрочем, украинские политики давно говорят о том, что Донбасс нужен Украине без людей, без их представителей во власти. Мне хочется только поблагодарить их деятелей за то, что они честно признают, что Донбасс, как и весь Юго-Восток, это не Украина. Мало кто задумывается в Киеве, почему Крым и Донбасс отчалили к родным берегам. Из-за Майдана? А что в нем плохого, скажут киевляне. Майдан ведь даже не против России стоял, а за европейские ценности. Какой подонок может выступать против высоких зарплат и аккуратно подстриженных газонов? Киевляне считают, что Россия подло напала на Украину, аннексировала Крым и развязала войну на Юго-Востоке страны, чтобы лишить их будущего европейского счастья. Спорить с ними бесполезно. Правда у киевлян всегда своя. Они оправдают любую низость, чтобы оправдать самих себя. В 2014 году перед ними замаячила перспектива всеобщего европейского рая. И они поддержали зло, считая, что оно принесет им благо. Не сложилось. Теперь приходится всем коллективам искать виноватого. Мои земляки делятся на три группы. Украинцы, русские и киевляне. С первыми двумя категориями в принципе все понятно. Обиженное село и затравленный город. Почему это так, я объясню. Те, которые себя называют украинцами, всегда испытывали чувство неловкости из-за того, что в Киеве их считают жлобами. Это был чужой для них город, в котором они были вынуждены переходить на великий и могучий русский язык со своего сельского говора. В Киеве никогда не были в моде вышиванки и прочие атрибуты сельской украинской культуры. Столица Родянской Украины была в хорошем смысле европейским городом с вполне европейскими жителями. За три десятка лет их затравили, убедив в том, что Киев обязан стать большим многомиллионным украинским селом. Третья категория моих земляков – киевляне. Представляют из себя крайне интересных персонажей. Они могут быть выходцами из России, потомками лимиты, приехавших в Киев из украинских сел, но ни к одним, ни к другим себя не относят. Русскокультурные и русскоязычные люди категорически отказываются иметь что-то общее с Россией. Это своего рода русские хуторяне, которые не желают нести имперское бремя. Они не понимают, зачем Россия полезла воевать в Сирию, почему Москва поддерживает Венесуэлу, к чему противостояние с Америкой. Можно ведь проиграть? Нет, киевлянам лучше сдаться, как они сдались в 2004 и 2014 году украинским жлобам. С другой стороны, мои земляки категорически отказываются становиться украинцами, переходить на мову и поклоняться сельским башкам типа Тараса Шевченко. Все это они считают мелким, скучным и неактуальным в их европейском Киеве. Вторая Швейцария – вот их мечта, в которой они хотели бы занять места банковских служащих. В реальности выходят не ювасюки, которые совсем не случайно описали выходцы с Украины Ильфа Петров в своем замечательном сатирическом произведении. Но одно дело – читать книгу, потешаться над выдуманными героями, другое дело – быть таким персонажем и смеяться над самим собой. У многих ли киевлян хватит смелости посмотреть на себя в зеркало и увидеть в своем отражении ограниченного жлоба идиота. Лучше побить все зеркала в мире, чтобы не видеть уродливую харю самого себя. Российские СМИ постоянно рассказывают о том, как притесняют русских на Украине. Сужу по Киеву, по своим знакомым, которые в принципе особых проблем не испытывают ни с украинизацией, ни с бандеризацией. В свое время они получили хорошее образование, потому неплохо устроились в жизни и притесняемыми себя не считают. Большинство из них не против проспекта Бандеры и украинизации, как не против проспекта Ватутина и русского языка. Просто их волнует только то, что касается лично их. Вот если бы некий русскоязычный киевлянин работал кассиром в магазине и его заставляли говорить на государственном языке, то, может быть, он возмутился бы. А так даже приятно, когда перед тобой в кабаке бегает какой-то рогуль и лепечат на державной мове. Взрослому киевлянину, конечно, не понравилось бы, если бы именно он ходил в школу и именно в его голову вбивали всякую псевдоисторическую ересь. Но он давно вышел из школьного возраста, а то, что его детей заставляют говорить выключенную державную мову и ненавидеть страну, созданную его предками, моих дорогих киевлян уже не волнует. В будущем украинизация и историческая ересь непременно ударят бумерангом по родителям, но они об этом узнают потом. Российское телевидение много внимания уделяет украинским нацистам, которые регулярно проводят какие-то акции в защиту чего-то и против кого-то. Создается впечатление, что Украина действительно стала неким подобием Третьего Рейха. Мои земляки считают это большим преувеличением, но не потому, что нацистов нет, а потому, что в реальной жизни их не видно. Все эти бандеровцы собираются на свои акции, кричат идиотские речевки, а потом разъезжаются по своим домам и превращаются в обычных горожан, зачастую говорящих на русском языке. По сути, националистические формирования ничем не отличаются от бандитов 90-х годов, которые выполняют функцию запугивания населения, чтобы оно не вякало, когда мародеры от власти грабят страну. Нормальных киевлян нацисты не трогают и нормальные киевляне считают, что их нет. Мои знакомые россияне часто не понимают, что по телевидению им показывают ненормальных киевлян, у которых маленькие пенсии или существуют проблемы с оплатой коммунальных платежей. У нормальных киевлян, с которыми они тоже общаются, все, если не очень хорошо, то точно не так плохо. Полгода нет горячей воды в Киеве? Тю, скажет нормальный киевлянин, а я поставил вуллер. Бомжей и нищих в Киеве развелось до черта, так опустившиеся люди сами виноваты в своих бедах. Бандитизм расцвел? Полиция виновата. Не родители, не школа, не информационная среда, не ценности, доминирующие в обществе, а полиция, в которую, по мнению киевлян, набрали одних рогулей из украинских сел. Многие мои земляки считают боксера Кличко вполне приличным градоначальником, а он действительно многое сделал для города. К примеру, на массиве Троищино появился очень симпатичный парк. На днях с помпой был открыт в центре Киева пешеходный мост. Не беда, что смотровые стекла на этом замечательном сооружении начали лопаться на следующий день. Бывает. Кто не работает, тот не ошибается. А Кличко трудится в меру своих сил. Так думают мои земляки. А я думаю, что мэр и все киевское чиновничество имитируют деятельность, создавая иллюзию перемен. Город нуждается в радикальном обновлении инфраструктуры, той, что зарыто в землю, но на это в бюджете нет средств. Потому городская власть выбирает для ремонта те объекты, на которых можно попиариться, а решение реальных проблем откладывается на потом. Впрочем, подобные нюансы моих замечательных земляков не интересуют. Они давно забыли, что власть должна работать, а не заниматься самопиаром. Помню свой разговор с соседкой, которая с придыханием рассказывала мне о том, какой замечательный у нас депутат. Лавочку сделал, а на ней трафаретом нанес надпись со своей фамилией и благодарностью самому себе за удачно распределенные бюджетные деньги. Еще у меня в доме висят почтовые ящики, которые, как гласит надпись на них, тоже установлены благодаря усилиям депутата. Но самым замечательным образцом самопиара, я считаю, спину дворника, на спецовке которого долгое время красовалась надпись с благодарностью народному депутату. Смотришь на это церковь и думаешь, какая же тупая была советская власть, если не использовала подобные рекламоносители в целях пропаганды. Или все-таки мои земляки несколько тронулись умом, если благодарят власть за то, что она должна делать по умолчанию. Киев – это центр украинского потреблятства. В столице все есть для хорошей жизни. Современные жилищные комплексы, торговые центры и увеселительные заведения. В Киеве живут миллиардеры и миллионеры со всей Украины, мажоры, сорящие деньгами и рассекающие на дорогих автомобилях. И ничего, что украинская провинция вымирает и деиндустриализируется. В Киеве об этом мало кто думает, считая, что столица живет в отрыве от всей страны и так будет жить вечно. Киев – это имитация столицы государства, которая имитирует то, что оно государство. Киев – это рай для чиновников, который имитирует бурную созидательную деятельность. Время имитации подходит к концу, поскольку страна, город выработали свой эксплуатационный ресурс. На самом деле киевляне очень разные, как и Украина вообще. Я описал настроение только части своих земляков, но есть и другие. Есть те, которые не особо того афишеру, выходят на крестный ход и искренне поддерживают единство Русской Православной Церкви. Есть те, для кого 9 мая всегда будет оставаться днем победы в Великой Отечественной войне над нацизмом. Это тоже мои знакомые, и их значительно больше, но я о них не писал. Часто меня и моих соотечественников обзывают пророссийскими русскоязычными. Но мы просто русские. Мы уже знаем, что есть украинский сепаратизм и то, к чему он ведет. Мои земляки, как и я, ждут возвращения к родным берегам России не потому, что хотят колбасы по 2,20, а потому, что Россия – это наша родина. Этим мы и отличаемся от украинских националистов, патриотов и киевлян, для которых родина там, где хорошо кормят и много платят. Сергей Белов специально для Альтернативы.